Всем привет! В этом видео мы поговорим о поведенческих факторах в Гугле. Подписчик канала Дмитрий спрашивает, Google ПФ вообще принимает в счет? Ну, ПФ это поведенческие факторы, и в Гугле поведенческие факторы работают. Работают, ну, уже как минимум несколько лет, а скорее всего они работали и до этого просто, ну, про них как бы особо никто не исследовал, никто не пытался ими манипулировать. И не так давно Google выпустил патент, ну, или как-то нашли этот патент, Google о том, что он, в общем, про методику учета поведенческих факторов. В общем, там ничего нового по поводу того, что именно там учитывается, но по факту Google заявлял много раз, что они не учитывают ПФ, что это слишком шумный фактор, и кто-то из западных сотрудников говорил, и российский представитель Google тоже говорил, что, в общем, фактор слишком шумный, и мы его не учитываем. Ну, накрутить слишком просто. Но на самом деле, как я уже сказал, это учитывается, и единственное, что в отличие от Яндекса, поведенческие факторы в Гугле накручиваются, ну, манипуляциями очень-очень сложна. Почему? Потому что в Яндексе до сих пор работают очень простые и, ну, такие в лоб накрутки. Вот то, что сейчас понемногу начали, ну, немного гайки подзакручивать в этом, и теперь это не настолько в лоб, нужно еще немножко усилий прилагать, чтобы это нормально работало. То в Гугле это, в общем, не работало плюс-минус никогда. То есть в Гугле всегда нужно было, ну, так называемо, делать нагул истории, то есть чтобы у вас пользователь, который совершает накрутку, чтобы он не просто с неизвестного устройства без истории зашел и сразу сделал действие, и это действие повлияло на выдачу, а он должен, ну, иметь какую-то историю. То есть ходить по каким-то сайтам, искать что-то до этого в Гугле. И неплохо, если у него есть история примерно в этой тематике, которую он сейчас будет накручивать. Неплохо, если у части пользователей будет аккаунт в Гугле, и они будут какие-то действия в течение долгого времени проводить внутри Гугла, ну, пользоваться почтой, пользоваться каким-то сервисом, Гугла календарем и так далее. И это первый момент, то есть сложность в нагуле, потому что это все дорого. Второе, это сложность в, ну, собственно, самом действии. То есть если в Яндексе до сих пор можно вытаскивать сайты издалека, ну, там, с 50-х соток позиций, ну, вот сейчас чуть усложнилась история с тем, что можно вытаскивать сайты вообще ниоткуда. Ну, там есть своя методика, как можно с нулевых абсолютно позиций, то есть там в топ-1000 по запросу сайта этого нет, и можно вытаскивать было. Сейчас с этим усложнилась история. Все равно можно, но сложнее. В Гугле это нельзя было делать, ну, насколько я знаю, примерно никогда. То есть в Гугле ты можешь за счет манипуляции поведенческими можешь усилить позиции со второй страницы, снизу первой страницы, и тогда ты можешь дотащить до первых мест. Там с пятой страницы или с десятой страницы выдачи дотолкать до первого места только поведенческими. Ну, не очень эффективно, мягко говоря. И это, если говорить про манипуляцию, если мы говорим про просто учет, то это можно увидеть просто по изменению сниппета. То есть вот вы висите на каком-нибудь там седьмом месте, уже несколько месяцев и никак не можете подняться. Часто я такое видел, что мы меняем сниппет, то есть мы делаем сниппет более привлекательным, с большим количеством каких-то дополнительных блоков. Появляются там из фак-разметки строчки, появляются там звездочки из рейтинга, ну и так далее. В общем, разные элементы появляются, добавляющие привлекательность этому сниппету. Какие-нибудь там эмоди появляются в описании или в заголовке. Ну, в общем, что-то, что делает сниппет более привлекательным. Поэтому, как только мы из очень некрасивого сниппета делаем очень красивый, то очень часто только одно это действие растит наши позиции с седьмого места на второе, например. При этом на этой странице больше ничего не менялось. Связать это еще с чем-то довольно сложно, потому что действительно на странице больше ничего не менялось, кроме того, что мы провели некоторые манипуляции для добавления этой красоты в сниппет. И это давно, это давно, это уже много лет так работает, поэтому ПФ в гугле работают, но манипулировать ими довольно-довольно непросто. На этом все. Подписывайтесь на канал, приходите на бесплатный мастер-класс по самостоятельному продвижению. Ссылка в описании. Пока.